Экспертов FDA, я скажу то, что мы видим, то, что мы обсуждали с коллегами на различных совещаниях, связанных с лечением ожирения. Самый больший эффект достигался в дозе 3. Этот эффект достигался по снижению массы тела от 10% и больше примерно у 10-15% пациентов, и, соответственно, от 5% и больше у каждого второго, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от профиля пациента. Меньшее значение снижения веса клинически не так значимо. Отсюда остается лироглютит в дозе 1.2-1.8, когда мы лечим сахарный диабет и, условно говоря, контролируем вес. И новая доза, которая может быть пациенту назначена или увеличен, лироглютит, до дозы 3, когда наша основная задача – это продолжение снижения массы тела. Если мы берем вторую промежуточную дозу 2.4, то эта дозировка уступала по эффективности дозировки 3. И в то же самое время в исследованиях на культуры клеток уже доза более 3 не влияла сильнее на центральную нервную систему, то есть вот это уже существенное превышение концентрации, скажем так, или активности ГПП-1 по сравнению с физиологической, оно уже было нецелесообразно. Ведь поймите правильно, когда мы показываем те или иные исследования, ясно, что надо идти с клинической фармакологией, там все дозы изучались с точки зрения и эффективности, и побочных возможных действий, и самое главное – целесообразности. Спасибо. Вопрос был, насколько эти исследования закрепили или нет результаты, которые были представлены этим летом в исследовании «Лидер». Эти исследования, которые я представлял, были опубликованы чуть раньше. Лироглютит с прошлого календарного года уже для лечения ожирения активно использовался в США, Канаде и Европейском Содружестве. И, естественно, те протоколы, которые шли, это протоколы не по принципу FDA, докажи кардиобезопасность, потому что пациент с сахарным диабетом как субъект основной, или объект, точнее, исследования, не ставился. Но мне представляется, что то, что вы видели, влияние на липидный спектр, влияние на артериальное давление, особенно когда мы говорим о молодых людях, а ведь «Лидер» лироглютит, виктоза в исследовании «Лидер» в первую очередь у толстых пациентов, относительно сохранных пациентов, здорово снизил сердечно-сосудистую смертность. Я думаю, мы можем ожидать этих результатов, безусловно. Давайте мы скажем так, чем дольше мы поддерживаем фармакологическим способом или методом управления любой хронической патологией, тем более мы эффективны. Естественно, встанет вопрос у всех у нас, когда мы будем работать с акцентой, о том, что достигая какого-то результата, может быть, уменьшать дозы или нет. Как правило, и я специально привел работу по поддержанию массы тела, здесь убрали препарат, и буквально в первые несколько недель вес пошел вверх у тех, кто был мотивирован. Значит, у них растормозились чувства голода, значит, они уже начинают менять свое пищевое поведение с точки зрения увеличения количества поедаемой пищи. Я правильно говорю, а что это по жизни? Ну, пока рекомендация так долго, как это возможно. Да. Я думаю, для нашей страны оно должно в идеале занимать по многим позициям ведущее место, но в реальной жизни оно займет то место, которое может себе позволить отдельно взятый человек. Ну, он не зарегистрирован. И вот, да, был вопрос. Микрофон включите, пожалуйста, там сверху должна быть кнопочка или сзади. Нас, видимо, экономят батарейки. Подходите ближе сюда. Спасибо. Спасибо. Пациенты с морбидным ожирением. Часто ожирение вообще морбидное, в частности, ассоциировано с острым панкреатитом или с риском обострения хронического панкреатита. И с тем, и с тем. Насколько наблюдались. Частота панкреатитов, то, что я показывал, существенно не была значимо увеличена, хотя по сравнению с плацебо были чуть чаще репорты, но их, повторюсь, они были единичные. Когда речь идет о наличии панкреатита, я думаю, в этой ситуации лироглютит не является препаратом выбора. Когда речь идет о морбидном ожирении, здесь я буду стоять на позициях, которые экспертное сообщество поддерживает. Это как минимум балонирование, а скорее всего это бариатрические и хирургические манипуляции. И здесь я хочу еще раз добавить, что сегодня вот у меня есть клинический случай, где пациент прошел сначала на саксенде, добился несколько лучшего соматического состояния, а потом все-таки поехал и сделал себе бариатрическую операцию за пределами Российской Федерации. То есть это может быть и этап подготовки к операции, потому что в конце концов вас просто в томограф не возьмут, если вы больше какого-то веса или индекса массы тела. Хронический панкреатит, регулярно обостряющийся, не есть идеальное показание для инкретинно-направленной терапии особенно инъекционных форм. Спасибо.